Нужен индивидуальный подход. В этом мы согласны все. В то же время, какими средствами этот индивидуальный подход может осуществляться, не очень понятно. Давайте выскажемся по этому поводу, потому что есть национальный календарь прививок. Более того, есть прививки, которые делают нашим детям, даже не спрашивая родителей, особенно это в первые дни жизни в роддоме. Есть прививки, без которых вы не сможете отправить ребенка в детское учреждение, в лагерь, на отдых и так далее. Их проще сделать, чем собрать какие-то бумаги. Или купить бумажку. Не согласна совершенно. Детские учреждения гарантированы Конституцией, и отказ от прививок не подразумевает отказ от зачисления в детское учреждение или в школьное учреждение. У нашей коллегии есть мать-героиня, она работает в нашем коллективе. ТВ, она спрашивает, а если вот мои дети поедут в лагерь, и у меня не будет каких-то прививок. Лагерь, немножко другая история, это зависит тоже от возраста, потому что там группы комплектовать заранее как-то сложно, а вот детский сад и школа, и это именно образовательное учреждение, вот там отказ, вы можете совершенно законно оформить отказ, и вас примут. То есть, всё-таки действительно, прививки – дело добровольное, вот что мы сейчас выясним. Да, но если начинается эпидемия, будьте готовы к тому, что вас выведут из контингента этого детского, и вы будете сидеть дома, и всё. Дело в том, что есть права человека, который имеет право отказаться от прививки, есть право людей, которые работают в коллективе, отказать этому человеку в праве находиться в этом коллективе. И это тоже право, между прочим. Поэтому если ты попадаешь, непривитой ребёнок попадает в контингент детский, организованный контингент привитых, и является опасным для них носителем другого какого-то... Нет, они же, наоборот, привитые, у них есть иммунитет. Какая опасность? Нет, нет, нет. Вот это тоже лукавство. В общем, вы можете не прививаться, но вас могут и не взять. Не могут не взять. Не могут не взять. Нет, законодательно не могут не взять. И то, что давление осуществляется администрацией, может быть, каких-то учреждений, это всё незаконно. Вы можете спокойно давить на вас. Он что, производит вакцины? Потому что у них планы, да, конечно. В поликлинике наступают вакцины. В детском саду они производят вакцины? Нет, не детский сад, а детская поликлиника. Зачем вводить в заблуждение людей? Закупила детская поликлиника, вот, вакцины. И у них есть план, да, и начальство, да, это значение. Давайте вернёмся.